Изобретатель и врач. Таким видит свое будущее ученик 175-й школы Олег Маслов. Посещает кружок при медицинском университете, занимается спортом, имеет международный уровень B1 по английскому языку. На выходе из седьмого класса в дневнике 150 оценок «Отлично» за четвертую учебную четверть. А теперь еще и подпись губернатора с пожеланиями успеха. На встрече с главой региона Олег показал прибор, в разработке которого принимал участие и является соучастником патента. Это маячок голубого света для безопасности пешеходов. Он должен помогать людям, а точнее водителям в темное время суток и при плохих погодных условиях видеть людей-пешеходов для сокращения ДТП. Интересно, это ты с кем работаешь на тактике? С профессором, заведующим нормальной фидеологией Пястиной Васильевичем. Седьмой, перехожу в восьмой. Седьмой, переходишь в восьмой, но уже определился, что будущее все-таки с медициной. Всего 20 самых лучших школьников стали победителями акции «Губернаторский дневник». Главный критерий конкурса – количество пятерок за четвертую четверть. Сегодня лидеры учебного процесса приглашены на встречу с главой региона. Но не только школьными оценками исчисляются их достижения. Все отличники занимаются еще и внеклассной работой – наукой, литературой, музыкой или спортом. Так держать. Такие слова написал Дмитрий Азаров в каждом дневнике, отметив, что уже совсем скоро Самарская область будет под ответственностью тех, кто сегодня учится в школе. Вот ваши успехи – это слагаемые одного большого успеха нашей страны. У нас очень много задач. Наверное, вы знаете, что и президент страны Владимир Владимирович Путин ставит задачи очень амбициозные. Задачи, с которыми могут справиться только люди действительно ответственные, талантливые, работоспособные. И я уверен, что все у нас получится. Дмитрий Азаров отметил, что на Самарской земле есть все возможности для самореализации талантливых людей. Ведущие университеты, уникальный промышленный комплекс, высокие достижения в сфере культуры и спорта. И какой бы профессиональный выбор ребята не сделали, самый лучший вариант – остаться жить и работать в Самарской области. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...